приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала перед просмотром ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик с какого времени откуда прибыли сейчас являетесь вором законе цель посещения армии направление сейчас в кирове долго намеревает ваши ближайшие сейчас дружеские связь с тем поддерживать отношения самым самый близкий чем-нибудь занимаетесь помогает а кто помогает а кто из родителей смотрящий за кировской областью вор в законе вадим сабреков более известный в криминальных кругах как чебурашка не так давно ставший известным на всю россию благодаря сми вор в законе вадим сабреков по прозвищу чебурашка был вынужден покинуть свою вотчину кировскую область и скрыться из страны вора в законе обвиняют в достаточно серьезных преступлениях среди которых и заказы на убийство людей вор уже несколько лет отсиживается в аргентине руководя преступным миром кирова и области дистанционно однако такое положение дел не сказывается положительно для чебурашки как говорят источники mzk 1 ru пока его нет на месте он теряет некоторые свои точки а также имущество которое имеет все это благодаря не только правоохранительным органам но и его конкурентом по криминальному ремеслу а ведь когда-то все было наоборот лидеры местных преступных группировок платили определенные проценты в общак сабрекову не минуя лично появится перед вором в законе под его дань попали даже крупные и старейшие опыга кирова созданные еще в 80-е годы в частности источник заявил что даже гагаринская бригада считающиеся самой влиятельной в области беспрекословно подчинялась указам чебурашки и ежемесячно привозила к нему большие суммы денег которые через вора поступали в воровской общак вор в законе чебурашка в начале 90-х годов в кирове стали появляться преступные группировки которые жаждали халявных денег от рэкета коммерческих структур однако коммерсантов было не так много как тех кто желал поживиться за их счет у криминальных бригад началась конкуренция за место под солнцем и некоторые из них чтобы не затевать криминальную войну поступали по их разумению мудро объединялись между собой образовывая уже мощные полноценные опг которые в дальнейшем стали самыми влиятельными в области из них можно выделить такие опг как гагаринские васининские гунбековские и прокоповские в свою очередь гагаринские ставшие одной из мощнейших бригад после того как их лидер владмир гагаринов уехал из города распались на мелкие бригады трешинские группа горочекова романа меньшевиковские возглавлял братухин александр но были в области и люди ориентированные на воров в законе среди них и был вадим сабреков неоднократно судимый уроженец города слободской кировской области одно время он сам занимался рэкетом платил часть взносов в общак и был в хороших отношениях с ворами в законе сабрекова частенько можно было видеть в кирове где он решал какие-то вопросы с представителями криминального мира в 1995 году с подачи лаше шушинашвили 33-летний сабреков был коронован и получил сразу два прозвища чебурашка и вадим ушастый коронации не помешал и тот факт что одна из судимостей сабрекова была за изнасилование а также он имел семью как удалось выяснить сабреков отбывал наказание в одной из колоний кировской области вместе с шушинашвили где придерживался воровских традиций в колонии он и был замечен авторитетным лашей которому поведал о том что дело об изнасиловании сфабриковано в то время в кирове помимо него было еще два вора в законе сергей садаков пузырь и анатолий лихарев кипиш первый получил воровской титул в один год с сабрековым а второй годом позже местный криминалитет который ранее встречался по специфике своей работы со всеми коронованными особами неожиданно разделился во мнении кто из этой троицы достоин статуса смотрящего в области здесь не обходилось без бандитской политики естественно что каждый вор был выгоден определенным группировкам например лидеры группировок горочиков гущин и дерендяев поддерживали садакова и лихачева так как совместно вели какие-то дела и эти люди были им наиболее выгодны в качестве смотрящих зато гунбиковские и прокоповские желали видеть на троне именно чебурашку внутри криминального сообщества назревал конфликт который в итоге вылился в убийство первым в войне за область в 1996 году был убит вор в законе анатолий лихарев и поддерживающие его авторитеты горочиков и гущин в 1997 году киллеры добрались и до пузыря таким образом единственным вором в законе в области остался вадим сабреков который автоматически стал смотрящим за кировской областью смотрящий за кировской областью вадим сабреков старался не допускать на свою территорию других законников из-за опасений потерять часть своей власти как говорит источник он вообще не желал видеть в области воров так как не терпел никакой конкуренции даже просто заезжим сюда ворам он особо не был рад так как видимо был ярым собственником и считал что контроль за областью по праву должен принадлежать только ему создавалось ощущение что это его личная территория хотя в любой момент его могли бы при желании снять со смотрящих но сабреков устраивал самого главного в то время вора деда хасана поэтому и держался уверенно действительно ощущая себя на своей территории единственным хозяином помимо сборов денег в общак с других опыг сабреков имел и свою бригаду которая занималась вымогательствами наиболее плотные отношения у собрековских сложились с прокоповскими в дальнейшем эта дружба боком выйдет вору в законе а пока он контролировал все процессы в области был недосягаем для своих конкурентов и оперативников единственные случаи его арестов в то время это всего лишь задержание в 2004 году за угрозу убийством сутенеру который привез для вора и его компании некрасивых по их мнению проституток в сауну но по согласию сторон это дело замяли несмотря на то что машину сутенера бандиты подожгли а еще один эпизод произошел в 2006 году когда чебурашку задержали за браконьерство с группой его приятелей они промышляли на реке вятки рыбной ловли с использованием моторных лодок и рыболовецких сетей в нерестовый период в руки оперативников тогда попали вадим сабреков его друг эдуард салимов и находящиеся с ними врач-травматолог бизнесмен и чиновник в дальнейшем оказалось что сабреков попался в тот раз не зря по приказу сверху сотрудникам у боб была поставлена задача обезвредить вора в законе отправив его за решетку и они принялись следить за ним и тут представился случай задержать вора за браконьерство что оперативники и сделали в итоге врач-травматолог бизнесмен и чиновник получили по одному году лишение свободы с отсрочкой приговора на 6 месяцев а чебурашка с салимовым провели в сизо 8 месяцев а потом получили по году лишения свободы с отсрочкой наказания на 8 месяцев в определенный момент сабреков не без помощи информатора понял что в области ему оставаться опасно уж сильно стали интересоваться его деятельностью силовики как говорит источник они шли по пятам вора поэтому ему не оставалось ничего лучшего как уехать в москву лишь изредка наведываясь на свою вотчину чтобы инспектировать криминальные дела и решая вопросы касательно общака в 2010 году московский суд оштрафовал вадима сабрекова на 5000 рублей за использование поддельного паспорта больше московские правоохранители ничего не предъявляли кировскому вору в законе а он находясь в столице а также часто выезжая за рубеж продолжал заниматься на территории кировской области незаконными финансовыми операциями и горным бизнесом незаконным оборотом наркотиков алкогольным бизнесом мошенничествами а также легализации незаконно полученных денежных средств гонение для чебурашки первый тревожный звоночек для вадима сабрекова прозвучал в 2015 году когда силовики арестовали практически всю верхушку прокоповской опыга с этой бригадой его связывало очень много и авторитеты группировки знали достаточно чтобы вор мог оказаться на скамье подсудимых вместе с ними поэтому он скрылся заранее из россии и по некоторым данным осел в аргентине где у него имеется вид на жительство как оказалось вор не зря затеял этот маневр скрывшись далеко от российских правоохранителей когда прокоповских осудили то лидер группировки михаил прокопьев получил пожизненный срок лишения свободы за дела которые творила его бригада также осудили и многих участников группировки которые получили весьма крупные сроки заключения а вскоре после этого появилась информация что вадим сабреков был заказчиком тройного убийства сергея гущина а также двух его товарищей которых расстреляли на глазах многочисленных свидетелей из автоматического оружия утром 19 июня 1996 года во дворе дома по улице карла маркса двое неизвестных на мотоцикле в то время шла борьба сабрекова за власть над областью и гущин стал одной из многочисленных жертв этой войны долгие годы это убийство числилось в глухарях а теперь кто-то из осведомленных подкинул информацию правоохранительным органам по мнению источников это мог сделать михаил прокопьев который после приговора не почувствовал никакой поддержки от своего компаньона сабрекова покинувшего родину и таким образом стяще ему также поделиться этой информацией об убийстве гущина мог и криминальный авторитет сергей гунбин гунба ранее возглавлявший в кирове гунбиковскую опыг а сейчас проживающий на украине гунбика еще в сентябре принудительно доставили на допрос в киров после чего весть о том что сабреков является заказчиком убийства гущина появилась в сми сейчас вадим сабреков теряет контроль в кировской области его земельные участки оформленные на мать лидию прохоровну попадают в руки аферистов которые перепродают активы по несколько раз запутывая следы а криминальный мир нуждается в смотрящем который бы присутствовал на своей вочине решая проблемы на местах долго ли авторитетов будет устраивать такая ситуация неизвестно пока чебурашка загорает под аргентинским солнцем авторитеты попадают под облавы силовиков и пытаются противостоять друг другу все-таки после разгрома прокоповских кировскую область лихорадит с одной стороны правоохранительные органы всерьез взялись за бандитов с другой стороны новые бригады пытаются влезть на неспокойную территорию область нуждается в смотрящим